Приветствую вас. Заранее хотел бы, чтобы вы меня изменили. Если вам не понравится то, что я скажу, вот, связано это с тем, что вы дали, ну, не очень полную информацию о том, что происходит, да, и по вашему описанию сложилось определенное впечатление о мужчине, вот, которого вы любите. Я ни в коем случае не хочу кого-то обидеть, я ни в коем случае не хочу обижать вас, я ни в коем случае не хочу обижать его, вот. Но мне бы хотелось, чтобы вы просто взвесили все за и против, как правильно сказал вам мой коллега Александр по левку, вот, мне бы хотелось, чтобы вы взвесили все за и против и вообще обладали полной информацией, да, вот, значит, ну, тогда бы что-то сделали, вот, то есть приняли какое-то решение, например. Значит, первое, что хочется сказать, да, первое, что хочется отказать, это то, насколько вы уверены в том, что мужчина попал в ДТП. Ага, есть ли у вас подтверждение того, что он попал в ДТП? Вот. Вот вы говорите, что он шлет фотки из больницы? Это понятно, что он шлет фотки из больницы. Ну, какие они, эти фотки из больницы? Что, что они из себя представляют, эти фотки из больницы? Вот. То есть, поймите правильно, да, я отношусь к этому скептически, потому что, ну, не знаю, собственно говоря, что происходит. И поскольку вы задаете вопрос нам, то, соответственно, чувствуете себя обязанным все возможные варианты рассмотреть. То есть, если у вас доказательства того, что человек действительно, ну, прикован к постели, например. Да? Ну, вот. Это первое, первое. Это первый момент. Второй момент. Значит, он, как вы говорите, категорически отказывается, чтобы вы к нему ехали. Вот. Вот. Это, конечно, тоже достаточно странно. Хотя, понять его можно, то есть, можно понять, почему он не хочет, чтобы вы к нему ехали. Потому что, потому что вы увидите его таким, а он может стесняться, а этого ему может быть некомфортно. То есть, это, в принципе, ну, это можно понять. Но это уже вопрос вашего доверия. То есть, если вы друг другу доверяете, да? Если вы друг другу доверяете, то здесь, конечно, не очень понятно, почему он не хочет, чтобы вы к нему приезжали. Вот. Если у вас есть проблема, например, с доверием, да? Вообще есть проблема с доверием у вас. Вот. То в таком случае, опять же, непонятно поведение мужчины, ибо он по факту просит, чтобы вы дали ему денег. И сумма немало. Просят у вас, а не у родителей. Вот. Поэтому тут, мне кажется, что здесь также не следует делать поспешных выводов. То есть, успеете, успеете и денег ему заслать, успеете и, значит, приехать к нему, да? Тут нужно все рассмотреть максимально подробно, сперва. Дальше, значит, а чем он мотивирует? Чем он мотивирует, чтобы вы к нему не приезжали? То есть, что говорят? Вы об этом не пишете, но это такой достаточно важный момент. То есть, деньги бросить у вас, это нормально, да? А наши, чтобы вы приехали? Нет. Ну, согласитесь. Несколько странное, странное поведение. Вот. Поэтому тут нужна мотивация. Вот. Дальше. Разговаривала с его родителями, у них нет возможности к нему приехать. Не могу понять, почему он против моего приедения. Так спросите у него, стоит ли все равно к нему приехать или не нужно. Ну, это, пожалуй, вопрос, как правильно вам сказал другой мой коллега. Вот, это вопрос такой, достаточно, достаточно тонкий, я бы сказал. Вопрос достаточно тонкий. В том плане, в том плане, что вы можете приехать к нему, если уверены, на все, допустим, сто процентов, что мужчина отнесется к этому адекватно, хорошо, не обидится на вас и, собственно, будет благодарен. Вот. То есть, если человек негордый, если вы его знаете как, ну, как негордого мужчину, да, вот, то в таком случае приехать можно. Если вы знаете его как того, кто заботится о вас, того, кто беспокоится о вас, да, если вы знаете его как такого товарища, то лучше, конечно, если вы к нему приедете. Но, если вы знаете, что он гордый, если вы знаете, что он не любит, когда вы его, например, не слушаете. Если вы знаете, что ему неприятно, когда вы его не слушаете, то в таком случае я полагаю, что имеет смысл прислушиваться к нему и действительно не ехать. Потому что вы поставите его в очень неловкую ситуацию, когда он будет, не будет знать, он не будет знать, куда себя деть. Я не думаю, что вы этого, ну, не думаю, что вы этого хотели бы. Вот. Поэтому, соответственно, полагаю, что так, что ситуация складывается именно таким образом. Дальше идем. Значит, вы пишите, вы пишите, что он бросит денег на карте, несколько тысяч. Думаю, давать или нет. Дальше. Смотрите. Что лично у вас вызывает сомнения? Сомнения. Вот прямо, лично, лично прямо у вас. Что вызывает сомнения? Конкретно. То есть, почему вы сомневаетесь в том, давать ли ему, давать, давать ли ему деньги или нет? Но ведь не просто же так. Вы сомневаетесь. Наверняка есть какие-то основания для этого. Вот. Вот меня интересует, собственно, что это за основания. Потому что, если вы ему не верите, да, если вы ему не верите, если у вас есть основания ему не верить, что, тем Бог тем более, и мы, мы тоже ему не верим. У нас также нет оснований ему верить. Понимаете? Какая история. Вот. Поэтому, мне кажется, что здесь вам нужно опираться только на свои исключительно представления о нем. До этого он часто занимал деньги, суммы небольшие, 100-200 рублей, но часто и не отдавал. Так постоянно в долгах и без работы. Просто я его люблю очень и терять не хочу. Ну, здесь можно было бы, в принципе, сказать вам о том, что вы, ну, в отношения не совсем здоровые вступили, да, или вступили, или вступали. Вот. Можно было бы здесь сказать, что вы любите человека, который, ну, вас не то использует, не то обманывает, не то просто, ну, просто, знаете, недобросовестно относится, скажем так. Вот. Но это опять же вам решать. Это опять же вам решать. Так я вот, я не думаю, что мы имеем право говорить вам такие вещи. Вот. Поэтому, я думаю, что если мужчина гордый, чтобы принять вашу помощь, чтобы увидеть вас, чтобы вы приехали к нему, да, если мужчина настолько гордый, вот, то, соответственно, не нужно давать ему денег. А если он не настолько, не настолько гордый, чтобы принять вас, да, ну, то есть если он может вас принять, ну, в том смысле, что если он нормально отреагирует на ваш приезд, вот, то вы там уже, так, по ходу делом сможете для себя понять, да, давать ему, давать ему деньги или нет. Вот, там, вот, и непосредственно там. Вот. Тогда можно и не в долг, в принципе, даже. Тогда, мне кажется, можно и так, в принципе. Вот. Вот. Ну, так, а, только в том случае, если это действительно, понимаете, нужно ему, только в том случае, если это действительно важно. Понимаете? Вот. А так, получается, вас просто используют. Вы же этого не хотите, правильно? Чтобы, чтобы вас просто использовали. Я думаю, не хотите. Поэтому, думается мне, что на ваш вопрос с известной долей ответственности, да, ну, то есть, так, чтобы вот соблюдать этику, можно ответить именно так. Вот. Я понимаю, что, может быть, вы и хотели бы другого, другого ответа, но, к сожалению, к сожалению, это вот, с точки зрения психологии, вам можно ответить вот именно, именно так. И я бы сказал, я бы сказал, что только так, только так можно ответить, потому что, ну, в остальном случае это уже будет, как, какие-то, знаете, советы, личные советы, которые, мне кажется, давать вам не стоит. Вот. Обратите внимание на то, что вас конкретно, да, что вас настораживает. Что конкретно, да, что конкретно вас напрягает, что конкретно вызывает у вас недоверие, недоверие. Вот. Вот обратите на это внимание. Вот. И, исходя из этого, уже можно будет вам действовать. То есть, если молодой человек хочет от вас, чтобы вы ему дали денег, то есть, чтобы вы что-то отдали, например, да, чтобы что-то сделали для него. Вот. Вот. То логично, логично предположить, что и вы тоже можете что-то хотеть. логично, что у вас тоже могут быть какие-то желания, да, какие-то потребности, да, логично, что у вас, ну, тоже могут быть какие-то, значит, а, ну, требования к человеку. Ох. Это ведь нормально? Как вы считаете? То есть, чтобы отношения, грубо говоря, да, не были в одни ворот, чтобы отношения складывались совместно. Вот. Мне кажется, это справедливо. И если мужчина действительно ценит вас, вот, действительно, если вы ему нужны, вот, то я думаю, что он обязательно пойдет вам навстречу. Вот. И тем самым разрешит ваши сомнения, которые, ну, пока что на данный момент имеют святного неба. Вот. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.